всем здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который называется какой опыт я больше не хочу повторять вот будем работать на колоде таро сумасшедшего дома и возможно на колоде таро привидений если вдруг такое будет необходимо всякий случай вытащу так значит пока выбирайте позиции я благодарю недавно в предыдущем по моему раскладе я забыла выставить в тайм-коды и одна девочка мне сказал о том что елене с вашими тайм-кодами какая-то путаница вот огромная благодарность что человек заметил я сразу исправила потому что люблю когда работа качестве качественное вот итак позиция номер один голубенький камешек какой опыт вы не хотите больше повторять в своей жизни ну и наверное посмотрим почему какой опыт вы больше не хотите повторять своей жизни одержимость опыт одержимости причем это может касаться как какого-то конкретного человека да так вообще какой-то может быть идея для достижения какой-то вашей цели когда вы слишком зациклены да именно здесь ключевое слово одержимость потому что знаете вот какой-то момент вы в этой одержимости ощущаете себя хочется сказать идиотом на каким-то глупым человеком потому что вы с одной стороны пропускаете какие-то очень важные моменты в своей жизни когда вы зациклены то есть здесь вот одержимость до в контексте какой-то зацикленности и вы как будто бы теряете себя теряете себя как личность вы растворяетесь в этой идее когда вы хотите что-то получить вы становитесь беспомощные понимаете здесь беспомощные даже не по отношению к другому человеку а к самому себе потому что аккумулируете в своей голове одни и те же мысли и вам становится плохо здесь ваше эмоциональное состояние да когда вам становится плохо от тех мыслей которые крутятся потому что здесь вот знаете с одной стороны дикое желание получить что-то что очень важно для вас ну или по крайней мере вам кажется что это важно вам на том или ином этапе жизни это может быть как ситуация это может быть какой-то человек либо какой-то предмет и у вас не получается да достичь желаемого и вот эти вот мысли они не дают вам покоя и у вас начинает срабатывать психосоматика вам становится действительно плохо реально плохо то есть вам вас тошнит от самих себя у вас появляется сразу падает самооценка вы чувствуете себя каким-то знаете несостоятельным с человеком не целостным до что вот почему я не могу почему мне это не получается вы начинаете себя осуждать как-то принижать не очень хорошо отзываться сами себя здесь такое неприятное состояние вас как будто бы втягивает в какой-то вот водоворот какая-то воронка вот этой вот мглы хаоса и здесь реально человек теряет себя человек теряет свою какой-то личность и он понимает что прям знаете здесь не то что либо искушение знаете он не показывает какой-то мглу и как тайфун бывает да вот в эту воронку затянул и все и человек не может потом выбраться из нее то есть вам очень тяжело психически здесь психическое состояние описано поэтому здесь не какой-то конкретный опыт но хотя мы можем разобрать да какое потом вот вам важно вот это вот состояние потому что здесь скорее всего этот сценарий повторялся неоднократно что это что это за ситуация эта ситуация связана с вашим профессионализмом может быть ну разных ветки разные ветки развития здесь будет я посмотрю по картам но пока здесь вы знаете одержимы если вот я хочу стать каким-то профессионалом у вас это видение вашего профессионализма мастерства она какое-то определенное его когда вы по своим собственным субъективным критериям не получается то что вы хотите не знаю может быть какого-то дохода что вы считаете что вот за такой уровень мастерства я должен на это получать либо это может быть какие-то я не знаю материальные блага либо количество клиентов ну здесь все зависимости от мастерства до где вы работаете какие-то регалии бонусы вот если вы это не получаете до вас как будто бы вы сами себя обнуляете как человека да то есть вы вот как бы так сказать здесь одержимость вот это вот негативное это не то что вы сконцентрированы сфокусированы на достижение цели как цели полагания и вы направлены в этом направлении идете получается нет здесь вот именно негативный окрас идет может в день и ночь думаете об этом на основе этого вы становитесь конфликтными вы становитесь эмоционально не сдержанными к вам лишний раз не подойти вас ничего не спросить вы начинаете огрызаться начинаете кусаться начинаете я злиться обижать других людей потом обижаете сами на себя почему вы обидели этого человека и все потому что вы не получили ту цель которую вы хотите и вот вы поняли для себя что следующий раз я не буду одержим то есть мне это не не благо здесь вот касательно профессионализма когда вы принимаете какое-то решение такое достаточно скоростное причем ваше решение она окрашивается какими-то эмоциями дату здесь не просто я принял решение а здесь вы еще включаетесь эмоционально и вот эти вот эмоции эмоции то у вас проходят до как реакция мысли остаются и вот эти вот мысли по поводу здесь короля педакли да вот именно насколько я состоятельный человек здесь понимание своей значимости вы как будто бы себя понимаете что я состоявшийся человек или нет только через как-то ну в данном случае через какую-то профессиональную сферу да то есть моя состоятельность моё мы профессионализм он измеряется в финансовом каком-то эквиваленте до либо в каком-то комфортный удобный для себя среды существования то есть если этого нет значит я не там не профессионал значит я не вы не чувствуете какое-то удовлетворение вот пока вы это не получите вы цикли здесь очень много много думаете и тем самым вас срабатывает психосоматика поясница у кого-то здесь болит низ поясницы еще какая ситуация здесь может быть для кого-то помимо профессиональной ну вот ощущение знаете некой такой несвободы да да я нахожусь в тупике вам не нравятся ситуации тупиковые потому что здесь вы также начинаете себя как будто бы осуждать вы также начинаете себе причинять самостоятельно боль вообще на самом деле я хочу сказать что вы достаточно жестокий собой независимо того что и допустим это профессиональная сфера либо еще какая-то вы вы очень требовательны к себе прям очень жесткие и жестокие к себе потому что вы можете высказывать и говорить о себе в негативном ключе очень так знаете вот например такие слова как я бездарность прям причем вы знаете вы говорите вы верите и вот прям такая вот ненависть к самому себе которые вводят вас в такой знаете апатическое состояние вы сами себе как будто бы настолько накручиваете настолько делаете больно что вводите себя в такое не ресурсное состояние поэтому вот этот опыт вы не хотели бы проживать здесь даже не то что какая-то конкретная ситуация да а здесь именно вот эти вот моменты когда вы себя ощущаете никчемно потому что вы настолько себя накручиваете что вы аннулируете не только себя как личность а полностью весь свой опыт всю свою жизнь такое ощущение что вот если бы вас в эти моменты спросить как как вы оцениваете свою жизнь вы бы сто процентов сказали о том что я про я я прожила либо я прожила эту жизнь зря здесь вот такое вот ощущение то есть вы вам свойственно обесценивать вот именно обесценивать себя обесценивать свой труд обесценивать все что касается вас не других людей да то есть вот какое-то такое неуважительное отношение к самому себя в и вы и это все связано с тем что вы становитесь одержимым каким-то желанием вот вот просто так не проснулся утром я хочу это что вы желаете такого до что вы этого не можете получить что-то скорее всего здесь что-то такое то скупка вы можете желать какие-то состояния и эмоции ну например да я хочу чтобы меня любили на к примеру либо я хочу любить а у вас нету партнера рядом ясное дело что ну пока не будет партнера да вы ну либо вам нужен в контексте партнера какой-то человек об которого да не который а об которого вы смогли бы ощутить вот эту любовь внутри себя не то человек бы вам дал а вы бы ощутили то что здесь это ваша внутренняя потребность каких-то эмоций и переживания вот единение да вы можете например желать я хочу познать там опыт например единение вселенной да либо там какой-нибудь божественное озарение какой-то инсайта чтоб не пришел это понимаешь что это вот ну слишком высокая планка да то есть ну сразу как говорится просто так прыгнуть туда и достичь этого не получится ну то есть это путь да это не не как сказать одни разовое какое-то дело да это процесс сразу результата не получите вот у вас сразу почему-то какое-то такое требование к себе да что я сразу должен потому что у меня есть знания потому что я вы считаете себя достаточно ну умным интеллектуально развитым человеком но одно другому как говорится ну не то чтобы исключает но как это не соответствует да то есть вы может быть действительно интеллектуально развитым человеком и достаточно способным но каким бы вы гением не были да гене все равно тоже нужно какое-то вдохновение чтобы написать например там картину либо музыку либо сочинение какое-то да то есть тоже что-то нужно все равно да насколько бы вы одаренным не были а вот здесь вот такое ощущение что вы требовательны потому что у вас есть способность у вас есть потенциал но при этом вы не учитываете как как все равно какие-то детали вы не учитываете но вот здесь вот вы энергетически опустошены на знаете здесь независимо от того мужчина вы или женщина здесь ощущение того что либо вы хотите раскрыть какие-то свои способности потузу кубков да какие-то вот какой-то дар либо здесь человека настолько энергетически опустошён да по десятке мечей что все завершено что человек как-то вот этот недостаток какой-то недостаток эмоции именно какого-то состояния да то есть вы настолько иссохли что вы поменяли себя поменяли свой какой-то характер вы стали такой достаточно если в женщина не то чтобы холодный нет а какой-то сдержанный да вот носите какую-то маску не не показывая людям то в чем вы по-настоящему нуждаетесь то есть здесь как будто бы вы скрываете здесь не про лицемерие нет а здесь вы как будто бы скрываете свою слабость то есть но как бы так сказать нету допустим отношений но и фиг с ним они мне не нужны да мне я да и хорошо вот здесь что-то такое либо не получается там достичь какого-то мастерства ну и ладно и в ней так в принципе хорошо то есть вы себя как будто бы ограничиваете вот ну здесь какой-то ресурс какого-то ресурс и вам не хватает вы истощены да здесь трудно и какая-то вот ношу да что то такое вам не хватает жизни удовольствия вам наслаждение не хватает каких-то знаете ярких таких эмоций эмоций когда я говорю яркие эмоции что я подразумеваю я имею ввиду знаете вот впечатление когда приезжаешь в новую страну абсолютно отличающиеся от той в которой ты проживаешь и ты начинаешь обращать внимание на какие-то мелочи там не знаю насколько дороги чистые насколько люди я там вежливые насколько они готовы тебе помочь какая там архитектура какая погода то есть ты начинаешь обращать на те мелочи которые в своей жизни на своей стране для тебя это само собой разумеющие ты не обращаешь внимание и в этот вот это вот новое то на что ты обращаешь внимание это приносит тебе какие-то краски это что-то как-то включает тебя эмоционально здесь чисто у какая природа у сколько зелени как это здорово то есть вы начинаете себя напитывать а здесь ощущение того что вот вам в том месте где вы находитесь вы не можете себя напитать здесь не про то что все приела а здесь про то что вы не можете переключиться на что-то новое вот вам не хватает этого да вот это вот внутреннего вы как будто бы вы знаете не признаете вы знаете что чего вам не хватает именно в эмоциональном плане вы это прекрасно знаком но вы как будто вы знаете закрываете на это осознанно глаза понимая то что я это не могу получить это не обязательно еще расскажу про отношения это может быть профессиональной сфере да она может быть сфере финансов там сфере развития в семье там родительской неважно здесь вот какое-то такое вот эмоциональное состояние которого вам не хватает и вы понимаете что я его не могу получить пока вот но в нем есть какая-то необходимость и вы не разбираетесь в этой теме а ну то есть как как я могу это получить да здесь я не знаю то ли вы пробовали это у вас не получалось не знаю в чем причина но вы это пока не получаете и вот пока вы не получаете может это период какой-то может быть затяжной даже какой-то этап вы закрываете здесь от этого ну кому-то подказ мне это не надо знать как будто вот в приоритете это стоит у вас там на четвертом на пятом месте да ну не на первом и поэтому какой опыт вы хотите не хотели бы получить снова это вот опыт а обесценивания причем смотрите если вы сами себя обесцениваете безусловно вашем окружении будут те люди которые будут вас обесценивать для того чтобы показать вам насколько иногда вы становитесь одержимы нас и через вот это вот одержимость вы знаете вы становитесь очень колкими острыми да поскольку вас есть интеллект вы можете подобрать необходимые слова до чтобы ранить другого человека вам больно и не потому что если вы раните другого человека у вас от этого будет радостно нет а потому что вам больно выходить чтобы вас оставили в покое но другие люди считывая эту вашу боль они как будто бы хотят вас вытащить из вашей вот этой вот одержимости да и они в кавычках начинают к вам приставать чтобы переключить вас а вы наоборот циклите выгодите оставьте меня в покое да то есть но не надо не не я хочу побыть в этом состоянии а вам как будто бы не дают и вот они в кавычках опять таки это все в кавычках нарывается как будто бы на какой-то скандал и вот но суть здесь урока в чем урок то здесь на в чем урок что что вы здесь должны партия вот в этом опыте чтобы больше не было таких моментов когда вы и сами себе больно делаете и обесцениваете в чем урок здесь что вы должны понять что вы должны осознать десятка мечей да здесь какое-то завершение во первых у вас идет полное разделение души от вашего тела да такое ощущение что душа одно хочет она какой-то свой опыт проходит а тело какой-то проходит свой опыт здесь как будто бы нету какого-то согласия вы в теле не проживаете отшельник да слишком углубляетесь углубляетесь и сидеть вы вы как будто бы вот через это вам нужно понять знаете вы как будто вы понимаете ценность себя но не ценность эго а ценность своей души то есть вы как будто бы ищете через это какую-то связь на вот связь именно вашей души и вашего тела когда душа живет в теле вот вы вот этот вот контакт да как будто бы не можете нащупать вот в этом ваш урок какой-то какого-то праздника до какого-то праздника здесь не хватает именно в материальном здесь ощущение того что вы урок проходите а какой-то знаете удовольствие наслаждение от жизни вот вы не получаете вот в этом ваш урок да то есть научиться в материи ощущать ее как знаете вот не как какой-то второстепенную как грязь и вот бренность этой жизни что только душа когда она свободна в ней теле она кайфует и радуется а научиться радоваться в этом теле да вот именно в теле в каждодневных бытовухе в то что вас окружает вот прям находить удовольствие наслаждение вы не умеете вот в этом заключается ваш урок что вы в материи не можете радоваться вы не можете получать удовольствие наслаждение там я не знаю в работе вы не можете получать наслаждение как телесное так ну то есть на всех уровнях чтобы вас знаете вот вот прет меня от того что не потому что я умный там думаю там мечтаю что но на ментальном уровне на интеллектуальном от этого вы кайфуетесь там все хорошо а вот в материи такого нету да так чтобы вот вы знаете вот просто иду иду по улице да я я хожу мое тело живое она движется я получаю удовольствие я передвигаю ноги у меня есть руки ноги я там но несограниченными человек несограниченными какими-то физическими способностями то есть я проще говоря я не инвалид у меня есть это то есть нету такого наслаждения нету кайфа вот вы не кайфуете как будто бы от жизни и поэтому вы себя обесценивать ощущение того что вы обесцениваете себя пока вы человек пока вы теле то есть душе вы придаете большую значимость а телу нет и вот здесь вот в этом ваш урок то есть научиться придавать телу такую же значимость как и душе потому что только в теле ваша душа может развиваться без тела она не имеет возможности развития да и вот здесь вы может быть головой это понимаете но по факту такого нету поэтому поэтому эти все болезненные ситуации у вас происходит вам вам надо научиться радоваться радоваться деньгам радоваться здесь такое ощущение что ну есть они нету ну и фиг с ним ну то есть нету хорошо есть тоже хорошо такое знаете вот вы радоваться радоваться не умеете что он поможет научиться радоваться аркан звезды какие-то знаете ваши желания реализовывать да причем как-то вот по мелочам получили что-то то что вы хотели да и радоваться этому на то здесь как будто бы в акцент делается на то что ну словно говоря хочу купить себе компьютер да купила о молодец иду дальше следующую цель себе ставить цель ради цели не цели ради удовольствия есть нет такого вот как маленькие дети да там что-то им подарил они радуются такие вот прям наполнены нету здесь такого ну да я есть такой не умеете радоваться вы не умеете наслаждаться вот вам вот этот вот ваш урок здесь так это была первая позиция голубеньким камешком так казалось бы один вопрос так много наговорила переходим к позиции номер два красненькому камешку какой опыт двоечки вы не хотели бы вторять своей жизни а здесь борьба здесь конкуренция пятерка жезла да это вот притирание вам не нравятся те моменты когда вы находитесь в окружении незнакомых вам людей вам приходится адаптироваться и каждый высказывает свою точку зрения вы чувствуете себя не не удовлетворительно да потому что где-то себя занижаете где-то наоборот вы как чувствовать вот что не от мира сего то есть пятерка жезлов любая конкуренция любая борьба причем это борьба внутренние да то есть вы как будто бы сами собой не можете договориться вы настолько многогранны что некоторые из ваших грани они абсолютно противоположны в идеале в идеале противоположность ваши грани она показывает как раз таки о гармонию балансе то есть если есть у батарейки плюс значит батарейки есть минус и когда есть плюс и минус батарейка работает а когда был в один полюс батарейка бы не работал так у вас как будто бы нет этого понимания целостности а вот это вот постоянная какая-то внутренняя борьба неудовлетворенность за вы как будто бы не можете договориться сами собой до постоянно разные какие-то идеи в голове это хорошо и это хорошо и это хочу это хочу и то вовне то есть вот это вот ваша внутренняя какая-то противоречивость постоянная это не сомнение это противоречивость да здесь не только 2 2 крайности здесь вы знаете как клубок не тогда он вот у крылова до басня этот лебедь рак и щука там три персонажи каждый тянет свою сторону а у вас представьте 5 и каждый тянет свою сторону и вы не можете договориться это внутренняя борьба о чем она говорит о том что нету баланса вот когда вы разбалансированы внутри себя вот это вот состояние вам не нравится вы не любите себя в этот момент вот выпадает умеренность причем это очень важная ситуация до вашей жизни которая повторяется неоднократно ну например допустим вы как это может выражаться в внешнем мире вы устроились на новую работу ясное дело что новые люди да не знакомы вот этот вот момент знакомства притирки а как а что вот вам вот это вот настолько знаете так психологически на вас это давида новый коллектив каждый на меня смотрит и как я выгляжу начинает задавать вопросы там там ты замуж не замужем если у тебя дети на чем ты занимаешься и вот вам нужно рассказывать каждый раз человеку про себя либо как я недавно видела этот в тик токе один такой ролик прикольный когда мужчина говорит не люблю ходить на свидание нет скорее всего не люблю заводить новые отношения да почему потому что надо ходить на свидание это не люблю то есть каждый раз надо там что-то рассказывать о себе ухаживать сразу нельзя перейти к дело да там к сексу и все закончил зачем вот эти вот все три люди вот здесь вот примерно то же самое да и вот когда есть вот эти вот всевозможные при люди вашей жизни они вас выводят баланс вам некомфортно да в каких-то вот новых местах вам тоже не не совсем приятного также может быть некомфортно а в силу того что вы достаточно эмпатичны когда вы находитесь в помещении с огромным количеством людей вот вы ощущаете вам кажется как будто бы знаете вот в муравейники да вот все что-то там жужжат как челки вот муравейник этот же мой пчелиное гнездо забыла как называется вот что-то там жужжит что-то куда-то бегает и вот вам от этого не комфортно вот это вот суета вот это вот неразбериха это те состояние когда вас выводят из баланса на выводят вас из равновесия почему давайте ну давай теперь разбираться на почему вы не хотите это что с чем связан был этот опыт когда вы его так вот себя очень дискомфортно ощутили с чем связан здесь опыт по спиндакли да с какими-то новыми но здесь скорее всего с обучением так когда вы ходите куда-то может быть на какие-нибудь тренинги на повышение квалификации когда вы чему-то нового научаетесь да здесь ощущение того что вы растерянны вот этого чувства растерянности потерянности я не знаю как что здесь может быть детский сценарий у кого так еще буду говорить очень очень быстро я извиняюсь потому что у меня поставьте меня на скорость на медленную потому что пошел какой-то вот на вашей позиции поток когда надо рассказывать быстро здесь показано то что может быть вас мама в детстве там либо тетя кто-то забывал вас терял где-то в в торговом центре да потому что здесь мне показывают магазины растерянный какой-то ребенок до который вот ну просто мамину руку отпустила и как-то вот потерялся здесь вот такая вот потерянность да что я не знаю куда пойти почему-то мне вот именно магазин магазин в нем очень много людей показано и ребенок здесь находится в какой-то такой растерянной ситуации причем это какая-то новая обстановка всегда когда есть какая-то новая обстановка она вас немножко выводит из колеи с чем еще связано это ваша ситуация это кто у нас это у нас папа римский да иерафант смотрите может вас выводить например какие-то религиозные тоже моменты да например если там не знаю кто уходит в синагогу кто-то уходят там я не знаю в мечеть кто-то в церковь вот этого знаете когда приходит и начинает вот вам говорится там не знаю одень платок повяжи так сделай так а вот вот это вот вас может тоже как-то сильно выводить из себя то есть вот непонимание как находиться в тех местах где есть какие-то правила где есть какие-то какие-то свои законы да вот вы такое раздражение такое хорошо с чем еще связано здесь может быть это мага да маг вот с какими-то начинания во все что связано с начинанием здесь неважно какой сферой да что касается здесь вот любые всевозможные начинания они выводят вас выводят вас из баланса потерянность ощущаете ну-ка я здесь посмотрю ваше ощущение да с чем что здесь с потерянностью 2 к жезлов знаете вы такой человек который хотите изначально как-то заранее не то чтобы себя подстраховать а как-то провести какой-то вот анализ ситуации ну например если вы устроились на работу желательно чтобы вы как-то вот с начальником до того как войдете свои обязанности да как то чтобы вместе прошли вам показали вот здесь вот например там не знаю столовая здесь бухгалтерия здесь вот ваш отдел здесь вы вы еще вот как-то вот как это рассматриваете зараза ранее то место где вы будете работать да то есть вам вот это вот просто нет необходимо получать заранее какую-то информацию о том месте либо той ситуации в которой вы находит здесь ощущение того что у вас растерянность потому что вам не хватает информации вам не хватает каких-то знаний да и вам их приходится добиваться собирать самостоятельно как-то по крупицам а это вам очень сложно потому что нужно совершать какие-то те действия которые вам не не сподручены не вы не привыкли к ним там я не знаю надо ходить там уточнять да а как вот пройти туда как пройти туда то есть вот это вот взаимодействие с другими людьми что-то спросить вы вам кажется что вот когда вот вы спрашиваете вот вот задавание вопроса вам от этого не комфортно почему почему здесь показываю что вот именно узнавание вот вам не комфортно рыцарь кубков здесь такое знаете очень интересное противоречивые моменты до чем они связаны с колесом фортуны знаете вот все все здесь еще не того что все так быстро меняется вообще любые перемены они для вас стрессовые вот вот так скажем то есть для вас стресс это любые перемены и конечно же вы понимаете что ничего не постоянно до что все меняется но вот вы как-то воспринимаете это очень очень близко к сердцу да прям что здесь за урок вы проходите давайте мы вас что за урок вы здесь проходите урок страхов что вам здесь нужно научиться знаете вот эти вот ваши краски волнения переживания проще относиться к ситуации уметь говорить нет уметь отстаивать какие-то свои границы то есть вот вот это вот новая до притирка внутренняя борьба она как раз таки связана с тем что мир здесь вопрос доверия здесь если вы спросите у своих родителей у мамы первые шесть месяцев вашего рождения что с вами произошло в 10 вот момента не доверия какой-то очень яркий проходит это знаете вот страх я же говорю вот этот вот возможно вас действительно теряли как-то вот вы как-то потерялись вспоминайте себя когда вы были в школе вот в первый класс да прям первые начальные классы когда вот а вот еще взрослые дети с маленькими детьми до в одной школе то есть они такие там кажутся тети-дядей и вот куда-то все бегут все торопятся и вот вы чтобы вас не уронили чтобы вы как-то не упали вот эти вот ощущения того что мир он как будто бы не он для вас не враждебный он он для вас как это знаете вот здесь еще не того что вас выбросили куда-то в сафари и табун табун лошадей и вот вы такое вот ощущение вот мне показывает что меня сейчас затопчет может быть у вас был какой-то такого опыта кто-то занимается иконным спортом вот что могла лошадь там затоптать вот такое ощущение что табун какой-то порт скачет и вот это какая-то вот опасность моей жизни и здесь какие-то такие вот у вас воспоминания всплывает здесь не умение отказать не умение сказать не другому человеку не умение защитить свои границы в очень такой чуть не то чтобы мнительный а тревожный вот бывает такие люди тревожны вот они тревожатся поп все время переживая там ребенок чуть-чуть чихнула это уже простуда все он болеет куда бежать что делать у меня мама была со время одна такая знакомая была такая мнительная когда у нее ребенок болел она головой в стенку стучалась стучала от безвыходности ну то есть она не знала как реагировать к помощи ребенка вот у нее казалось что если она будет головой об стенку биться вот ей как-то проще не знаю в общем какая-то такая вот реакция неадекватная была вот вот здесь что-то такое не говорит что вы головой об стенку бьете а про то что вот очень очень тревожитесь тревожитесь за все там седой волос вышел там ой что это и как вот здесь вот здесь вот это вот это вот ваш урок до перестать быть тревожным ощущение того что перестать из перестаньте сотрясать пространство как свое такое других то есть вы все время как-то вот вот эти вот волны в своем пространстве запускаете который будоражит все да вот хочется из панталыку сбиваете себя и других вот ваш урок в чем здесь нам чтобы прекратить аккумулировать вот эти вот волнения переживания да и прекратить вот как-то вот фантазирует здесь какие-то фантазии мечты и все все такая вот кубковость до чувствительность такая ранимость уроку на непонимание и не отпускать ситуацию прощаться да и уметь видеть где знаете я не буду говорить банальные слова типа да проще относиться к ситуации потому что как говорится пока ты не пельмень в кастрюле не варишься да то на эту ситуацию смотреть высока конечно же проще но когда ты варишься в этой кастрюле да и знаешь тебя съедят вот как-то не переживать не получается поэтому здесь нужно понимать что как раз таки через вот такие вот волнительные переживать состояние да в этом есть какие-то ваши новые шансы то есть вас учат как раз таки когда вот вы за что-то переживаете да за что-то тревожитесь вот туда вам и нужно идти здесь нужно понять что эти состояния они как будто бы не то чтобы это ваша природа да а это будет очень часто вашей жизни вам нужно наблюдать больше за собой за сменами ваших циклов то есть когда вы поймете здесь вам не хватает просто знания что ваша жизнь она состоит из цикличности по луне и по колесу фортуны да то есть есть какие-то как бы сказать вся ваша жизнь это некие периоды на там плюс-минус там белые или темные и вот вместо того чтобы тревожиться и переживать вам нужно просто анализировать свое прошлое то есть вот сначала был вот такой это потом был такой сначала такой потом такой то есть вот когда вы начнете больше наблюдать и разбирать свою жизнь до вот этого свою цикличность вам станет понятнее что вы проживаете как будто бы знаете вот повтор одно и то же до одно и то же много раз это может касаться разных ваших сфер это может быть даже в деталях вот как мы говорим до смена день и ночь день и ночь вы же не переживаете как доложите сп что а проснусь ли я завтра утром от как-то вы спокойно к этому относите почему то что вы знаете не знаю откуда что вы завтра проснетесь хотя не факт вот почему-то мы все люди считаем это вот само собой разумею что вот каждое утро мы должны просыпаться каждую ночь мы должны засыпать вот когда вы начнете наблюдать вот за такими мелочами до начиная с мелочей да что сначала я там иду провожу утренние ритуал да там умываюсь зубы чище и так далее да потом кто ходит на работу иду на работу потом прихожу дам вот это вот то что мы называем рутина да вот ей вам вот эту вот рутину не только каждодневную а вообще в огромных циклах надо начать рассматривать это вы заметите что по сути даже если в отношениях вот сначала я вот так вступаю потом следующий это будет вот такой а потом будет так вот такой если такое ощущение когда вы будете наблюдать за своими какими-то этапами которые вашей жизни есть да вам станет более спокойно более проще потому что урок здесь заключается в осознании повторности то есть вам нужно разрушить вот эту вот вашу волнительность вот эти вот уроки до которые вам даются где вам некомфортно новые начинания они как раз таки вас как будто бы обучают стать более более как это называется не выносливые а стрессоустойчивые вот как-то антатик в какой-то момент раз переживает два потом уже знаешь что блин ну я уже бывал в таких аналогичных ситуациях да я уже знаю чем они закончатся зачем мне лишний раз переживать да вот и и вы как-то более спокойно то здесь урок связан с этим да почаще находитесь в тишине чтобы как-то себя успокаивать и вот очищать от внешних каких-то шумов здесь симпатичность людей очень сильно влияет на вас да то есть поэтому вы избегаете находиться в помещении где очень много людей да потому что ощущаете их эмоции их волнение здесь вам также нужно еще понимать уметь разделить где ваши чувства и эмоции а где вы перенимаете эмоции другого человека здесь такое ощущение что вы как это знаете хамелеон какой атмосфере находитесь такую кожу и окрас цвета принимаете и вот здесь как будто бы у вас своих чувств нет вы познаете этот мир через чувства других людей да поскольку вы эмпатичны ну вот как дизайн человека пятерка мечей о чем здесь конфликта вы очень ну вот когда вы находитесь не иногда скорее всего вы себя осуждаете за то что вы как-то вот ну не действуете да не уверены не уверены не действуете не проявляете активность да как-то вот хотите находиться в какой-то гармонии баланс и здесь вам за это не надо себя ругать здесь просто нужно понять какая ваша природа что вы делаете либо вы избегаете да тогда вот с этим нужно действительно поработать либо это ваша природа и это нормальное состояние почему потому что весь вождению такой на одну вот слишком насыщенный такой эмоционально такой окрашенный в минус даже где-ка такая тревожность да вот и хочется уже какого-то спокойствие внутри себя и поэтому в это спокойствие ищите то здесь вам нужно как совет рекомендации за собой больше наблюдать и и наблюдать за теми циклами в которые есть вашей жизни и вы посмотрите что то что вам здесь вот не нравится да вот эти вот волнения переживания просто потому что вы не можете эту гармонию найти в себе да не можете найти этот баланс спокойствие вот и здесь анализируйте где и что ваше а где вы перенимаете просто других людей здесь вот как вы знаете не то чтобы мнительный хотя такое тоже может быть да здесь вот вы как будто бы поговорить с каким-то человеком особенно негативно на и лопы вам потом после этого какой-то вот осадок вам не нравится вы ходите ему хорошо да у вас какое-то не очень хорошее состояние да здесь не то что вы он вампир и слезал вашу энергию а здесь как будто бы вот вы прям прожили включились вы очень включаетесь других людей понимаете вы проживаете их жизнь включаетесь растворяетесь поэтому здесь как будто бы вам нужно научиться не то чтобы закрываться а собирать себя не сливать энергию но на других людей как-то вот свою целостность найти обрести и охранять ее да то есть не подпускать здесь уметь выстраивать границы выдохнулся позиция номер три зелененькие камешки тоже не знаю что такой вот тяжелый расклад будет ладно где наши не пропадала тройки какой опыт какой опыт вы больше не хотите повторять покажите мне троечек какой опыт пятерка монет здесь пятерка монет в этой колоде она такая знаете вот я вам покажу карту да здесь два сумасшедших они идут с тарелкой на обед тарелки пустые и вот один держится за голову как будто бы говорит блин я забыл что у нас был обед и теперь что мы будем делать и мы останемся голодными знаете вот начинает как будто бы переживать что вот мне не досталось нам не досталось что мы будем делать и смысл здесь этого аркана говорит о том что поскольку это дом сумасшедших у них всегда есть столовая это всегда можешь прийти в столовую и положить себе ну попросить себе еду то есть без еды ты не останешься и суть здесь в том что ресурсы они ну они хватает всем здесь ощущение того что вот я как будто бы забыл что-то сделать вовремя да и теперь у меня нет возможности это реализовать чувство что вот на всех не хватит здесь вопросы ресурсов что где-то если я упущу упущу какой-то момент то потом не ну у меня не будет потом каких-то ресурсов вот здесь как какая-то у вас борьба за ресурсы идет что за ресурсы какая-то знаете здесь зацикленность по восьмерки уже злода вы как будто бы протоптанный по протоптанному пути идиоти да вот как там под по наитию восьмерка одно и то же одно и то же одно и то же вот вам кажется что вам не хватает какого-то ресурса что это за ресурс что вам тут не хватает ваш мечей вы как будто бы не можете найти ответ на какой-то вопрос какой опыт вы не хотите проживать когда у вас нету ответов на вопросы какие вопросы например где мне дайте деньги так либо где мне найти ту работу которая поможет мне накормить моих детей которая поможет мне жить достойно да то есть здесь вот вопрос ресурсов и вопрос ответов на до ответы на вопросы то здесь есть вы не любите это состояние какой опыт опыт в котором есть вот такое состояние когда какая-то вот безвыходность да когда какая-то зацикленности вот я пробую пробую пробу а у меня не получается и вот здесь знаете ощущение того что вот может быть вы сны видите такие где вы бежите 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 либо от кого-то либо за кем-то и вот у вас не получается и в тот момент когда либо вас ловит либо вот вот сейчас что-то произойдет вы просыпаетесь вот здесь вот какое-то такое ощущение невозможности решить какую-то задачу и либо знаете опыт такой когда здесь кого-то у меня такое ощущение этого точечно прямо кого-то закрывали либо шкафу либо в чулане либо в каком-то темном месте здесь вот у вас не страх темноты а здесь что это такое почему не показали как безысходность знаете вот я как будто бы не могу не могу выйти я я сам не способен вот поэтому не хватает ресурсов как будто бы помощи какой-то нет вот и здесь какое-то такое волнение и а знаете у кого-то еще здесь во сне есть этот сонный паралич да что вот вы кричите голос не выходит вот вы хотите что-то у вас нет не получается и прямо здесь вот такой очень сильное напряжение идет его вот эту вот ситуацию да какой опыт вы не хотите вы не хотите прожить вот эту вот ситуацию это может быть не не какой то как я говорил по предыдущим позициям не только одна какая-то сфера а это может быть какой-то вот вак какая-то ваша модель поведения какая-то вот беспомощного не хотите чувствовать себя беспомощным когда вы нуждаетесь в ком-то да особенно если у вас есть кто-то за кем вы несете какую-то ответственность то есть одно дело когда за себя другое дело например когда там есть родители дети на работе и вот казалось бы ладно фиг со мной я как-то сам собой разберусь но когда есть еще и другие за кого я ответственно вот это вот вот прям это вот напрягает напрягает прям вас очень сильно у меня начинается в головные боли прямо так вот голова болит очень сильно вот эти вот состояния когда я я я я у меня связаны руки-ноги когда я в беспомощи когда я в тупике я не могу найти я пробую пробую и могу найти ответ что здесь за урок ну-ка покажите мне что здесь за урок вы проходите что почему какая-то вот бедность ощущение здесь как будто вы знаете отделение вас от внешнего мира как будто бы здесь могут быть сны я не знаю почему сны но у вас какие-то вот все мне показывает через сны что вот вы как будто бы стоить один а вокруг вас какое-то окружение вот они смеются над вами может быть в детстве был такой момент да все я поняла такой момент когда знаете обычно дети когда ставит их на стульчик расскажи стихотворение да либо например в школе когда вот вас кто-то высмеял да вы смело в каком контексте ну например вас поднимает в школе учительницы до урок спрашивать а вы а вы не знаете неважно по какой причине там уважительно неуважительно и и вот она начинает говорить как-то публично вас позорить здесь вот какой-то публичный позор и одноклассники над вами смеются либо это в детстве вот как-то вот на вас показывают пальцем да все как будто вот вас высмеивают и здесь такое ощущение что вы как будто бы нуждаетесь какой-то помощи взрослого человека ну что мама как-то подержала так знаете вот как-то спрятаться за кого-то кто ощутите вот эту на поддержку да что я в безопасности что мне помогут и вот здесь такая знаете вот я один да вот я один сражаюсь со всеми и поэтому здесь вот это вот ощущение что я я против всех все как будто бы обращает на меня внимание все указывают на мою бедность на мою нищету на мою ничтожность на мою вот вы как-то почему-то акцент на это делаете да что несостоятельность как будто бы люди как бы так и жду чтобы вам указать именно на эти моменты вот здесь какая-то такая травма стала я здесь детская такая травма вот эти все ваши руки переживать что за урока да здесь король кубка вот это вот эмоции эмоции научиться уметь управлять эмоциями прошлого причем не просто управлять а именно отказываться от того что уже не нужно аркан влюбленный здесь нужно научиться делать выбор делать выбор в пользу нового то есть когда уже что-то не не работает от отказаться от этого и поэтому вот это вот высмеивание до своего рода вот это мир против вас это краски показывает то что вот это как будто бы старая да и от этого надо отказаться вот если ты откажешься во время тогда тебя не будет высмеивать тогда к тебе не будут так относиться в 10 вот как будто бы очень болезненно до вам показывают что нужно вовремя отказаться от прошлого от каких-то здесь показывает от каких-то надежда связанных семьей для кого-то это может быть прямом смысле а для кого-то здесь знаете вот ощущение того что нужно как будто бы отказаться от семьи нет 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 семьи здесь нужно отказаться от прошлого опыта который был передан вам вашим вашей семьей родительской семьей причем это не только папа-мама это могут быть дяди и тети этап твою родные братья и сестры там бабушки ну в общем как родственники не очень близки здесь вовремя нужно научиться отказываться от того наследие которое вам передают потому что она вам она разрушающие понимаете здесь вот здесь вот это вот к груз к груз не нужны вам от него нужно научиться отказываться и менять то есть здесь этот груз он может быть не только в контексте людей а он контексте как раз таки увеждение то здесь ощущение того что вы можете в семье быть своим пионером пионером своих каких-то взглядах пионером своих в каких-то своих понятиях да вот отказываться вот вы должны идти в какое-то новое да как будто бы вот с вас начинается новый виток вот спрашиваю во что новое вы должны войти да вот вы императрицу как будто бы вы своему своим родственникам до своей семье своему окружению да главное себе как будто бы должны показать что не то что я самостоятельно как будто вы знаете почувствовать что с вами все окей какая-то вот уверенность так в том что вот такая какая вы есть это классно на самом деле вы идете какой-то как какому-то своему пути что у вас здесь за путь которому вы идете поэтому вы чувствуете себя как в заточении да как-то вот беспомощности какой-то потому что вы ну вы не соответствуете вот этим установкам которые есть вашей семье у вас свой путь путь императрицы что за путь наполненный тузом кубков до наполненный вы вы живете как-то знаете интуитивно по своим здесь неопущением слов не хватает вас не понимает потому что вы как будто бы мир видите давайте скажем как то так знаете не то чтобы философски а вот какие-то у вас свои правила какие-то свои законы вот вы живете допустим по законам мироздания они вам понятны но они не понятны тем людям откуда вы вы происходите да вот то есть они не понимают что значит справедливость да то есть они например не понимают что если вас кто-то обидел да почему я не должен огрызаться почему я не должен поставить того человека на место ну то есть и вы не можете представить что я сейчас переживаю какие эмоции такие знаете раздражение слой слов не хватает кипит все бурлит и все такое это то что вы вы переживаете вам сложно объяснить а то чем вы занимаетесь например если там кто-то занимается там уронами до занимается астрологии то он ну непонятно такое ощущение что вот вам родители кто-то действительно реально горит кого-то заниматься фигней да иди там есть на работой на завод иди нормально работать деньги занимает то есть что-то за ним и либо если кто-то например блогер вот такие вот новые современные профессии да то людям непонятно то есть ну а ты ничего не делаешь там сидишь там только перед камерой красуешься и за это деньги получать зачем тебе за что тебе люди по плоти до что ты вот тип кого-то бы разводишь людей обманешь то есть они не понимает вот это вот непонимание вы знаете разрыв поколений да вот здесь вот что-то такое вот вы как будто бы другой не тот не только другое поколение у вас другие взгляды да вот как что-то такое совсем новое с новой не в контексте нового времени а ну как то вы по-своему все видите и вашим вашей семье вашим родственникам это непонятно и вот это вот ощущение что они как будто бы вас ну постоянно говорят почему ты не делаешь так как мы тебе говорим это правильно вот так как ты это вот неправильно так не работает вот здесь вот много всего да ваш путь туз кубков и четверка кубков да то есть в любой момент ощутить вот эту свободу а вы как будто бы чувствуете постоянно постоянно какие-то ограничения что вас ограничивает вы как будто вы знаете вот ваша душа не может высвободиться вот не не могу успокоиться какого прометея которого приковали на горе арара да цепями и вот он никак не может высвободиться и вот клюет этот орел печень прометея и и он в этих муках и все никак не может избавиться и каждый день вот вот здесь вот что-то такое какие такие мучения на ту же за все как-то вот ну не получается начать начать сначала начать сначала здесь урок отказаться отказаться от убеждения не от 7 от убеждения от взглядов то есть не от людей вам отказаться надо а то как они жили их опыт их наследие потому что он вас разрушает вот все на этом больше ничего не скажу если вы живете так как я чувствую себя сейчас как говорится то я вам не завидую как тяжело это да здесь вот как будто бы знаете вот вы говорите как об стенку горох вот вы говорите говорить а вас никто не понимает а вас никто не слушает вам что-то свое говорят и вот вот в этом ваш урок понимаете отказаться от убеждения то есть вы как будто бы видите ошибочность суждений и и убеждений этих людей но вы изменить их не можете но вы можете изменить себя и вот вам вот эти люди такие вы знаете вот категоричные да у кого-то действительно родители военные такой знаете либо если не военные старая закалка и который где папа ему пофигу там мальчик ты или девочка он время может ошлепать за любую не за любую провинность до то что не так сделано и вот здесь вот какое-то такое ощущение что вам не от этих людей нужно отказаться от их взглядов и вот вот это вот чем больше они были жесткими с вами тем больше у вас открывается какая-то новые взгляды ножей что вот надо по-другому не так надо вот так надо здесь какие-то первопроходцы знаете как-то это ваш урок в коммуникации да как-то быть более терпеливым учат вас здесь как взаимодействовать вообще с людьми до проявлять какую-то больше терпимость меньше конкурировать больше понимания знаете вот для вас свобода это не пустое слово я не знаю как как вам здесь это все объяснить но ощущение какой-то такой скованности да и вот это вот свобода свобода слова свобода ощущения свобода вот даже элементарно знаете как-то выйти на улицу в то время когда вы хотите не думая ни о чем да вот здесь вот это все время контроль проверка куда пошла что делаешь даже сейчас если вы допустим замужем либо женат вот это постоянный контроль и он присутствует вашей жизни постоянно кто-то контролирует и поэтому здесь урок ощутить свободу но это внутреннее ощущение свобода поэтому то что я сказала да вот вы пионер вам нужно изменить внутренние какие-то убеждения установки целью которой является ощутить внутреннюю свободу то есть если по второй позиции там был баланс и гармония то вам вас вот эти вот все уроки показывают то что вы свободны внутри вам нужно ощутить эту свободу да что вот это вот ваша заточенность беспомощность запертость недостаток ресурсов вот эти вот все ощущения они как раз и противоречит тому что я свободный человек я свобода человек своих взглядов своих вероисповеданиях свободные высказывания мира ощущения мира восприятия там я не знаю в гендерной какой-то принадлежности в конце концов да вот вот эту вот свободу вот ваш урок это ощутить свободу все докопалась копала копала докопалась наконец-то ой сегодня как тяжело было когда занимаешься таро на уровне ощущение пропускания энергии то бывает вот такие вот тяжелые расклады казалось бы да а что такого но вот это вот все эти все эти эмоции все есть состояние пропускать через себя это это сложно это сложно у меня такое ощущение что вот я сейчас лягу спать и как минимум часа три-четыре буду спать для того чтобы восстановиться то есть вот я вот так вот устала до физически как минимум часа три молчать ни с кем не разговаривать потому что тоже чтобы восстановиться вот такой какой-то сложный расклад был между ваших комментариях жду вашей обратной связи не зря название до было таким что какой какой опыт я больше не хочу повторять я вас понимаю на какой опыт и я тоже такие опыты не тела повторяю такие состояния скорее всего прощаюсь с вами до пятницы всем пока пока